И начнем с изменений, которые происходят прямо сейчас. Одна из главных площадей Норильска и один из главных памятников этим летом меняют свой облик. Гвардейская площадь, красивая, необычная, густо насыщенная историческим контекстом, по архитектурному решению схожая с Комсомольской площадью Питера, давно стала одним из главных открыточных видов Норильска. Но, похоже, пора привыкать к новым открыткам. В этом году на площади должны установить скульптуру «Металлург». Работы уже начались. Строительная площадка на Гвардейской площади выросла в четверг вечером. За час до полуночи рабочие установили ограждение, машина привезла деревянный брус, а после на этот же самосвал кран погрузил знаменитый габродиабаз, простоявший на этом пятачке с 1966 года. А в пятницу днем строители разобрали бетонный поребрик вокруг круглого островка земли и приступили к другим работам. Гвардейская площадь долгое время была для града строителей камнем преткновения. По первым планам состройки она должна была быть квадратной, а не круглой. На центральной клумбе в разное время стоял и вазон с цветами, и городская скульптура. В 1966-м там водрузили каменную глыбу, которая простояла до сегодняшнего дня. Практически перед каждым юбилеем города или комбината власти возвращались к этому вопросу. Исследователи истории Норильска насчитали как минимум пять конкурсов на лучший эскиз памятника, проведенных за последние полвека. Подробнее об истории площади, габрадиабазы и многочисленных вариациях памятника Северный город расскажет в понедельник, 25 мая. Далее к главной теме этих месяцев коронавирусу. В Норильске плюс два заболевших, плюс три выздоровевших. Таковы изменения за последние сутки. На карантине в данный момент 59 человек. Тем временем в крае началось постепенное ослабление режима самоизоляции. С понедельника заработают салоны красоты и парикмахерские. Возобновится и авиасообщение с Красноярском. И вот на этом фоне интересно узнать у специалиста, насколько можно уже готовиться к привычному ритму жизни. О ситуации в Норильске поговорим с главным санитарным врачом нашего города Андреем Першиным. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Как оцениваете ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Норильске? Какие группы риска? Есть ли у нас какие-то особенности? До особенностей Норильска, в принципе, ничего. Особенностей нет. Все так же, как на других территориях края. Основной показатель заболеваемости, к сожалению, дают работники, прибывающие вахтовым методом. И как печальный опыт Северо-Анисейского района показывает, что работники, прибывшие на работу в Северо-Анисейский район и не находящиеся в обсерваторе, сразу же вышли на производство. И в результате очень большое количество зараженных получилось, собственно, на производстве. У нас данная ситуация не отслеживается. То есть у нас все прибывающие помещались в обсерватор Валек. Но там тоже внутри произошло некоторое рост заболеваемости. Скажите, а в таком случае выполнил ли обсерватор свою задачу? Потому что люди, видя сообщение о выявлении заболевших в обсерваторе, говорят, вот завезли нам заразу. Вот все-таки завезли или, наоборот, помогли не завести? Безусловно, помогли. Мы имели бы цифру в десятки раз больше, чем вот эта цифра в 61 случай. Тем более, что, когда находились они в обсерваторе, 85,2% случаев выявлено активно как контактные дисклинические проявления при медицинском осмотре и проведении лабораторного обследования. То есть они являлись бессимптомными, но мы их выявили. А как вы оцениваете эффект временного ограничения перелетов? Звучат вопросы, какой смысл был ограничивать одни направления, если сохраняется главное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших? Эффект от ограничения авиаперевозок, безусловно, имеется. Специфика Норильска, что здесь авиасообщение круглогодичное и очень большой поток движения авиапассажиров. В период возрастания, разрастания пандемии по России, все-таки данное действие привели к определенному результату. Мы имели бы и мы будем иметь большее количество зараженных, когда сейчас авиаперевозки возобновятся. Андрей Ильич, вопрос про тесты. Кто все-таки должен проходить тест на коронавирус? Этот вопрос регулярно задают наши зрители. Тестирование проходят группы риска. Это лица, прибывшие из-за рубежа, контактные с больным COVID-19, лица с небольничной пневмонией, медицинские работники, имеющие риск инфицирования, это скорая помощь, это инфекционное отделение, лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному ходу. Это интернаты, пансионаты для пожилых людей, лица старше 65 лет при появлении респираторных симптомов. Сколько сейчас занимает тестирование? Вот в начале пандемии говорили о каких-то многоэтапных тестах. На данный момент клиника-диагностическая лаборатория Норильской детской межрайонной больницы располагает достаточным количеством современных тестов, а длительность исследования один, максимум два дня. По статистике у нас в Норильске долго не менялось количество выздоровевших. С чем это связано? Ну это вопрос к лечащим врачам. Вообще длительность лечения при ковиде три недели. Это среднее, без утяжеления. Соответственно с утяжелением срок нахождения стационаря увеличивается. Андрей Юрьевич, еще один злободневный вопрос. Вот масочный режим, введенный в Красноярском крае, еще в марте на фоне ажиотажного спроса на маски Всемирная организация здравоохранения и Минздрав заявляли, что маски нужны только врачам и больным, а здоровым, вот цитата, они могут быть даже вредны, поскольку создают ложное ощущение защиты. Ваше мнение на этот счет, нужны маски всем? Заявление о том, что маски вредны и не носят защитного эффекта, я рассматриваю как фейковые. Маска защищает как здорового человека, так и предотвращает распространение инфекции от больного человека. Андрей Юрьевич, спасибо за ответ. И я напоминаю, на наши вопросы отвечал Андрей Першин, главный санитарный врач Норильска. Ну и вернемся к постепенному снятию ограничений. С 25 мая в крае возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Это хорошая новость для многих предпринимателей. Но не все так просто. Есть и ограничения на число обслуживаемых клиентов, на другие требования. С другой стороны, обещанная бизнесу господдержка пока дошла далеко не до всех. Выдержит ли малый бизнес Норильска? Мы задали этот вопрос самим предпринимателям. Несмотря на меры поддержки, которые обещала бизнесу государство, а их на сайте правительства с полсотни, не каждый предприниматель смог ими воспользоваться. Хозяйка маникюрного салона Евгения, мать двоих детей, например, не представляет, как перенести свое дело в интернет. Ее доходы упали в 10 раз. Женщина полностью лишилась заработка. И если за помещение платить не нужно, арена, где расположился салон Евгении, предоставила арендные каникулы, то долг по зарплате сотрудникам отменить нельзя. У меня штат порядка 5-6 мастеров, которые тоже сейчас лишились работы, сидят дома. И, кстати, у меня даже нет возможности рассчитаться с ними до конца по заработной плате, потому что бизнес – это сложная система, состоящая из безналичных платежей, наличных платежей и так далее. И эта система просто встала. Чтобы спасти положение, Евгения собирает необходимые документы на льготы. Хотела взять кредит, рассчитаться с сотрудниками, но получила отказ. Салонам красоты сейчас дадут выйти из самоизоляции, но ужесточаются требования. Надо проводить ежедневную генеральную уборку, установить облучатели, а интервал между клиентами увеличить до 20 минут. Евгения готова все соблюдать, но признается, после вынужденного простоя ей даже деньги на антисептики и средства защиты найти непросто. Чтобы заработать хоть что-то, вчерашняя бизнес-вумен устроилась таксистом и развозит курьеров общепита. А общепиту тоже непросто. Несмотря на возможность работать по доставке, уткнулись в те же убытки. Шеф-повар ресторана «Вино и мясо» сокрушается. Их главные блюда можно подавать только в ресторане. В доставке совсем не то. Так как мы являемся мясным рестораном, стейк-хаусом, пропагандируем здесь только мраморную говядину, но мы запрещаем ее доставлять, так как качество после жарки и доставки, время, то есть стейк уже будет не такой сочный и вкусный. Соответственно, качество мяса испортится. Ресторан был вынужден переключиться на доставку бургеров и полуфабрикатов, а это другие клиенты и другие обороты. Управляющие заверяют, в их помещениях есть и бактерицидные лампы, и рециркуляторы воздуха. Тут готовы разнести подальше столы и принимать меньше посетителей, только бы открыться. На самом деле, почти каждый день поступают звонки от гостей. Всегда спрашивают, когда мы откроемся, хотя информации также никакой мы не обладаем. Просят прийти в закрытый зал, что об этом никто не знает, очень часто. Но, к сожалению, приходится отказывать. Работа с персоналом уменьшилась, но помогать им необходимо. Сейчас мы взяли беспроцентный кредит, стараемся выплачивать ребятам зарплаты, но всё зависит от того, как пойдёт дальше эта ситуация, откроется общепит в этом месяце, в следующем или через полгода, потому что никакой ясности абсолютно нет. Ясности не видит и фитнес-индустрия. Большинство залов перешли на онлайн-тренировки. Так сделала и Анастасия. Предпринимательнице повезло. Владелец помещения тоже дал студии арендные каникулы. Но выходить из самоизоляции по условиям Роспотребнадзора она пока не готова. Организовать частую дезинфекцию помещения для неё не проблема, но сложность составляют ограничения числа клиентов. На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет. И, в принципе, можно всё организовать. Но вопрос в том, стоит ли вообще оно того. Я думаю, что проще дождаться, когда закончатся все эти ограничительные меры и уже выйти нормально работать, как мы и делали это раньше. Потому что, например, если студия небольшая, как у нас, то сюда не поместится много людей. Если мы начнём деятельность, то возобновится оплата аренды. И это не будет окупать все расходы. И я думаю, что это будет просто невыгодно. Так что даже с сокращением самоизоляции возвращение норильского бизнеса к работе не кажется простым. А заявленная на правительственном сайте помощь хоть и выглядит солидным списком, но пока не превратилась в главное, что нужно бизнесменам и их вынужденно простаивавшим работникам в полноценные рубли. Василиса Матюшкина, Андрей Казак, Геннадий Зверев, Рамис Муфтиев. Новости Северного города. Пока предприниматели изучают сайт правительства, родители всего края получили уведомление о необходимости зарегистрироваться на другом портале сайте «Навигатор дополнительного образования». Иначе, говорят, уже с 1 сентября ребенок не сможет посещать разные кружки, секции и клубы. «Навигатор» запустило государство, чтобы проще посчитать, сколько российских детей занимаются всякой внеурочной деятельностью. Какие кружки пользуются популярностью, а какие нужно трансформировать или закрыть. После регистрации ребенку присвоят сертификат, чтобы он посещал занятия за счет госбюджета. В Норильске проект запущен в пилотном режиме, поэтому база данных по кружкам еще не сформирована, и записаться на них уже сейчас нельзя. Но регистрация на самом портале «Навигатор» открыта. Ссылку вы видите на экране. Кто ответит за мусор на частной территории? Дачники, гаражные кооперативы и прочие владельцы земельных участков обязаны заключить договор с компанией по вывозу мусора. Такое изменение появилось в федеральном законе еще в начале прошлого года. Но в Норильске тех, кто этого закона придерживается, до сих пор нет. Так что сейчас городские власти решили взять контроль за исполнением закона собственниками гаражей и дачных участков на себя. За создание стихийных свалок и выброс мусора, где попало, даже штраф предусмотрен. На сегодняшний день мы уже направили запрос в управление имущества с целью установления вообще собственников, чтобы нам предоставили сведения собственников по гаражным товариществам. Ну и будем начинать уже осуществлять выездные проверки. Ну и начнем также на вновь заключаемые договора аренды земельных участков либо оформление правила собственности. Управлением имущества будет предусмотрен пункт в договоре о том, что собственник обязан заключить договор на вывоз мусора. Чтобы заключить такой договор, владельцы участков или председатели кооперативов должны обратиться к региональному оператору по вывозу мусора Ростеху. Там рассчитают стоимость и периодичность вывоза отходов. Дальше тоже про мусор, но уже тот, что появляется на дорогах и улицах из растаявших сугробов. За ним, правда, есть кому следить. Хоть лето в этот раз аномально раннее, встречают его дорожники во всеоружии. На уборку города вышли два десятка машин. Производительность даже одной, говорят, равняется ручному труду 60 человек. В другие интересные цифры и хитрости уборки улиц вникала Василиса Матюшкина. Раннее лето принесло норильчанам не только долгожданное тепло, но и ветер, который разносит пыль и мусор по дворам и дорогам. И если дворами занимаются управляющие компании, то чистотой дорог уже специализированная техника. В этом году рабочим Илан Нориск пришлось приступить к уборке дорог на четыре недели раньше. 20 единиц техники из автопарка дорожников каждое лето выходят на тропу войны с уличной грязью, мусором и остатками противогололедной посыпки. Все машины рассчитаны на работу и зимой, и летом, но со сменой сезона меняется навесное оборудование. Проще говоря, насадки. Различные щетки, рейки. Появляются летом и прицепы. Лето в этом году и впрямь раннее. В таких случаях коммунальные службы нередко ссылаются на непредвиденные сложности. Здесь оправдания искать не стали. На четыре недели раньше пришло тепло, значит, настолько же быстрее надо начинать работу. Конечно же, мы все сделали. Однако, нужно учесть, что мы действительно напрягались, потому что нам пришлось сдвинуть на более ранние сроки доставку запасных частей. В целом, стандартная рабочая ситуация – это распределение техники по всем площадям, которых в общем количестве примерно 1 миллион 850 тысяч квадратных метров. Это Толнах, Норильск, Каиркан и Аганер. А также дорога Норильск-Толнах. Стоимость каждой машины с навесным оборудованием варьируется от 9 до 12 миллионов рублей. Весь летний автопарк Илана главный инженер оценивает в 300 миллионов. Это без стоимости обслуживания и доставки из других стран. Отечественные здесь только КамАЗы. И это не прихоть. Сэкономишь на технике – проиграешь в качестве. Навесное оборудование представлено в основном – это фирма «Бухер» Германия. Мы представители американского производителя, которые себя зарекомендовали как крайне надежными, но весьма и весьма дорогостоящими при обслуживании и эксплуатации. Поэтому на сегодняшний день в процессе эксплуатации последних 3-5 лет мы для себя решили, что наиболее оптимальное соотношение цены и качества – это производители анализного оборудования «Бухер». Кто-то скажет, что сложного улице подмести. На самом деле уборка дорог – это отдельная технология с применением нескольких видов машин. Нам всё показали в действии. На улице Кирова орудует вот такой погрузчик с широкой бункерной щёткой. Она не разгоняет мусор с дорог на тротуары, а собирает в специальную ёмкость. А ещё поливает дорогу водой, чтобы не поднималась пыль. По тротуару на участке протяжённостью 160 метров и примерно 7 метров шириной только что проехался погрузчик с бункерной щёткой. Он полностью очистил дорогу за одну минуту. Такую же работу один человек проделает за 11-часовую рабочую смену. За смену бункерная щётка может убрать одну сторону тротуара на самой протяжённой улице города Таунавской. Это 2 километра 800 метров. Часть мусора остаётся у бордюра. В таких тонких зонах тоже используются бункерные щётки, но в два раза меньше. Они прикрепляются к юрким бобкетам. А на широких участках, например, на проезжей части, работают фронтальными щётками. Они сметают мусор и базальтовый отсев к бордюру. Получившиеся кучи собирают щётки скандии, которые прицепом следуют за самосвалом. Весь мусор скандия выбрасывают в кузов по мини-конвейеру. Водитель Михаил работает с этой техникой уже 6 лет. Зимой он же посыпал дорогу, чтобы не было гололёда. Теперь убирает накопившуюся базальтовую крошку. За день сколько приходится улиц вам проехать, очистить, смести? Ну, вот Ленинский, чтобы привезти в чистоту, приходится выполнять 6 кругов. Да, ну это как минимум 3 прохода в один след вдоль бордюра камня и 3, соответственно, прохода вдоль поребрика в один след. Единственное, что движение, вот проходят пешеходы с одной стороны, с другой машины. И следить за машиной нужно, потому что ты едешь не сам, а тащишь за собой прицеп. Он метёт, тоже машина, она вращается, механизм. С одной стороны сложновато, конечно. Впрочем, дорожники к своей технике давно привыкли. Здесь и машины понимают, и ручным трудом не брезгуют. Совмещать разные виды работ приходится, когда ставишь пломбу на выбоину. Машины ямочного ремонта разогревают яму, затем рабочие отбивают куски повреждённого асфальта, чтобы залить выбоину новой смесью. За такие задачи берутся даже женские руки. Мне не тяжело, потому что я тяжёлую работу всегда делаю. Для меня это как семечки сгрызть. Жарко-то жарко. Я разделась, а так нет, очень легко. Сайха выигрывала чемпионаты по армрестлингу и без труда поднимает целые бочки. Но такую удаль проявит не каждый. И хотя полностью ручной труд исключить нельзя, главную ставку делают на технику. Машины чистят город круглосуточно в две смены. А уборщики с мешками трудятся только с пяти до восьми утра. Несмотря на отлаженную систему работы, весенняя уборка – та ещё проблема. Бывает, только всё почистили и снова мусор. Откуда? В первую очередь это ручьи, снеготаяние на дворовых территориях, в результате чего вода течёт к нам на тротуар, на проезжую часть, приносит с собой мусор, приносит с собой землю, грязь. Мы можем пройти по улице, через день там снова грязно. Не потому что мы плохо убрали, а потому что с дворовых территорий не убрали другие организации, которые должны этим заниматься. Весь этот хлам идёт, к сожалению, на нашу территорию. В общем, тут тоже по принципу чистое. Не только там, где убирают, но там, где не мусорят. А работы дорожникам хватает. За лето предстоит убрать 30 тысяч тонн одного только базальтового отсева. Это примерно 250 тонн в сутки. А ещё мусор, грязь, пыль. Их объёмы, признаются инженеры, даже невозможно посчитать. Василиса Матюшкина, Александр Вори, Александр Журавлёв. Новости северного города. Дальше про благоустройство у перинатального центра. Там появится бесплатная парковка. Об этом рассказали специалисты Норильского автодора. Работы рассчитаны на два года. Позаботятся не только об удобстве водителей, но и о красоте территории. Парковку на 100 машин построят у перинатального центра. Свободная площадь в 4,5 тысячи квадратных метров к этому располагает, говорят дорожники. У центра появится небольшой скверик, установят освещение. К работам приступят в этом году, а закончат в следующем. И это ещё не всё. Рассчитываем сделать, выполнить там, благоустроить остановку, сделать нормальную с павильоном. Поставить павильон. Нет, не тёплый, обычный, да. А ещё площадку у первой горбольницы и перинатального центра украсит скульптурная композиция с аистами. Её перенесут с нынешнего места у родома. Ещё одни работы ведутся на улице Севастопольской. Дробь 4 – это зона ответственности жилкомсервиса. В ноябре прошлого года на здании внезапно отслоились плиты. Дом тогда обследовали, но сразу провести восстановительные работы не удалось. Мешали отрицательные температуры и попавшая между конструкциями вода. Проблему, говорят, мониторили всю зиму, а вот теперь всё приведут в порядок. Там просто разрушился элемент крепления. Естественно, они несколько изменили своё положение. Сейчас мы, вот на вот это ремни, это страховочные мероприятия для выполнения непосредственно сами их работ. Потому что сейчас будет вибрация, видите, люди сверлят. Поэтому, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, проведены такие страховочные мероприятия. Установятся дополнительные элементы крепления, панели подтянутся в проектное положение. Ночью в Норильске малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура в городе плюс 9, плюс 12, в Дудинке плюс 8, плюс 11. Днём в городе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура в городе плюс 22, плюс 25. В Дудинке плюс 20, плюс 23.